всем привет друзья снова здравствуйте радоваться приветствовать на очередном нашем обзоре конечно как пулемет мы вам сейчас обзор по устреливать уже не можем дадим и существует условия не те ребята но вы смотрите какую интересную статистику смогли подготовить мне кажется в обычных условиях какие были раньше мы бы это точно не сделали дадим возможно необычное время это не хватает так получилось что он обзор топ 50 состоит из товаров за прошедшие 2019 и кусок вот мы захватили еще на этого года и были за более то есть мы сделаем свою самую клетку название будет 50 так и получит потому что это те товары заказаны понятно сегодня в таком картинку позади Мы просто вместе. У нас дома две. То есть мы, наверное, наши две акулы тоже вошли сюда. В принципе, я не могу сказать, что игрушка фиговая. Стираю часто, потому что младшая может и нарисовать на ней, едой облить. Ну, понимаете, да? Пятилетний ребенок и шепка церемонится с ней. Старшая со своей акулой спит, но при этом стирки они выдерживают отлично и не комкается наполнитель. Ну, почему эта акула вошла у нас в список? Потому что был хэппик большой. Хэппик на них был, да. Нет, ну и сейчас. То есть их продолжают реально покупать. Ну, их в таком количестве. Даже вот в апреле, сколько акула, наверное, с учетом акции штук 20 точно было заказано. Поэтому она всегда в таком топе. Поэтому я, допустим, как потребитель могу подтвердить, да, акула классная. Кстати, некоторые позиции, которые вошли в топ 50, будут и из топа наших лучших товаров, и из топов худших товаров. Ну, как бы наше мнение по качеству это одно, а клиенты порой бывает так, что сравнивают, например, товар Икея с фикс-прайсом, либо с галамартом, и говорят, что там есть подобный товар за те же деньги, у Икея, соответственно, совершенно другое качество. Поэтому люди порой по другим характеристикам сравнивают и их, в принципе, устраивают. Так, дальше. Детский ковер Старцдель. Размер 130 на 133. Из фишек. Офигенно стирается в стиральной машинке. Мне кажется, девочкам, мамам это вообще актуально, потому что вы ковер просто вытряхнули, свернули, в машинку запинали. В 30 минут и почти сухой достали, постелили. Из минусов я как-то уже про это рассказывала, но я думаю, это далеко ушло уже, да, Дима, давно было, и люди не найдут в обзорах. Вот на петельке, да, вот на покрытие, если, допустим, ребенок, либо животный дом, там кошка, собака, хорошо, если не крокодил, то есть цепают вот одну петлю на паласике и ее вытягивают, то у вас получается просто вот такая вот дорожка пустая. А так как паласик весь, то есть фишка его в том, что вот этот рисунок, что детки могут играть в любую игру, то есть дорогой, вот эти вот проплешинки немножко удручают. Мы пользуемся таким уже лет, наверное, 5, да, Дима? Это-то не более даже, мне кажется. Ну, Аленку как раз, наверное, за 8 мы его покупали, Аленке 6 будут. Он стал такой вот уже заюзанный, серый, грязноватого цвета, такого уже не сильно простирывающегося цвета, но дочь выкинуть его не дает. Ну, все равно рабочий вариант. Кстати, резиновое покрытие, вот это вот заднее резиновое покрытие, оно не портится. То есть вот оно как было в хорошем состоянии, потому что, Дима, сколько было, да, всяких паласиков, которые от стирок вот эта резинушка вся трескается, рассыпается. Лопалась. Лопалась, да, и потом разваливалась. Здесь все в идеале, поэтому здесь претензий нет. В принципе, ценник тоже считает, что адекватный. Комоды маля. Почему мы вошли? Я так не понимаю. Почему? Я, кстати, да, вот. Обычный комод. Комод. Причу же меня отец. Я, может, неправильно стою. Обычный комод. Ничего особенного в этом нет. Ну, 6 ящиков, 6 ящиков. 6 ящиков, метр 60 длина, его используют часто как тумбу под ТВ. Фишка в чем? Когда его пустили, в акцию цена ниже. Вместо 12, 13, 14 тысяч, которые стоило изначально, 8 тысяч – это адекватный ценник. Дим, он классика. То есть, ну, сейчас такая мебель в моде, при этом она уже много-много лет. Эксплуатируется, в принципе, много. Но как служба до старки, нам он не очень выгоден. Дима их просто, ребят, терпеть не может. Их по 3 по 4 штук не заказывать. Они реально тяжелые. Каждую неделю. Ну, 3-4 – это минимум. Это прям вот минимум. Веса сжирают много, по деньгам, соответственно, не сильно выгодны. Но, тем не менее, клиенты их любят. Про комоды Мальму вам уже рассказывали. Усиление у Мальмов сейчас есть. То есть, вот этот вот ящик, металлическая планка – все это усилено. Часто прилетает такой вопрос от подписчиков. Ну, как бы в группе Киа России говорят, что выгорает. Ребят, вот если у вас мебель стоит на прямых солнечных лучах, она выгорит любая. Вот какая бы, чем бы она покрыта ни была, она у вас выгорит. Потому что, ну, элементарные, да, процессы выгорания происходят. Поэтому из-за любой мебели нужен уход. Любая мебель требует внимания. Если вы к ней относитесь ненадлежащим образом, она и дает результат. В общем, кому это Мальм за 8 тысяч? Всех цветов. Нет, но самый популярный все-таки белый. Да, потом идет подбеленный дуб, коричневый и потом ясеневый шпон. Я могу заметить, что вот в Мордовии именно по заказам всегда преобладает белый цвет. Ну, в принципе, меня, например, это радует, что люди уходят. То, что раньше был преобладал черный цвет. И очень радует, что мы смогли людей как бы, да, донести до них, что белая мебель, она визуально не сужает пространство, наоборот, расширяет. Следующий – комод с Каневик. Ну, мы сейчас, наверное, по комодам пробежимся. Известен многим. Вышел на замену комодам Татален несколько лет назад. В принципе, по эксплуатационным качествам неплохой. Единственное, не всегда усиленное донышко. Бывает, вываливается. Поэтому имейте в виду, когда нагружаете книгами, постельным бельем и прочим. Еще из моментов у Каневика, по фотографии можно увидеть, боковые, зазор между ящиками и боковой стеночкой. Это не всегда. Не всегда. Кому везет, кому не везет. Мастерство сборки тоже приходится проявлять. Чуть утопить направляющие в бок. Главное – соблюсти все критерии при сборке. Обязательно шурупики туда, куда надо. Ну, скажем так, комод неплохой. Его часто, знаете, как берут. Вот этот комод с трех ящиков, он стоит 2,800. Его берут на замену большому мальму. Допустим, это салоны красоты. Очень много их заказывали. По причине того, что если его вместе поставить, выглядит точно так же, как мальм. А по деньгам получается 4, 5 с копейками выходит. То есть, ну, все равно экономия. А функционал примерно тот же, с учетом того, что это не столько нагружаться будет. Так, где-нибудь там в мастерской или в какой-нибудь студии. Так, комод Бримнес. Ну, комоды Бримнес, кстати, здесь сразу могу сказать все. И на 4 ящика, и на 3, и на… и узкие. Про Бримнес мы вам рассказывали. Можно посмотреть вот здесь полный обзор по всем Бримнесам. Понять, за что же его народ любит. А народ любит его за демократичную цену и за интересный дизайн. Про минусы сейчас рассказывать не буду. Мне кажется, логичнее, да, Дим, если перейти в свежий обзор по Бримнесу и посмотреть все там о них. Да, так будет намного интереснее. Иначе обзор у нас сейчас будет часа на 3. Да. Диму снят. Давай по шутеру и особо не будем зацикливаться на каждом товаре. Ну, где есть обзор, который можно поставить, ты будешь добавлять. Небольшой акцент вставим и следующий товар. Стремянка Беква. Очень страдают у нас возрастные люди, когда она пропадает из продажи. Потому что это, да, единственный такой помощник за недорогие деньги, когда можно использовать его в домашних условиях, как табуреточку-переносочку. Из минусов рассыхания ни в коем случае не оставлять на воде, не оставлять на улице. И он из всего этого боится. Стоит он сейчас тысячу рублей. Вспениватель. Ой, вот этого товарища мы возим вязанкой, пачками. Какие минусы возникают у вспенивателя? Очень часто бывает эта вот намотанная спиралька, она прям вот, то есть, такими вот кусками висит. Это брак. Сам тонкий вот этот металлический стерженек, на котором висит блок, да, вот этот с батарейками, тоже часто бывает просто выдран. То есть, нам прямо сваливают в таком виде, отдают. Ну, благо, и те меняет этот брак. В процессе эксплуатации, если у вас вспениватель нормальный, вы его лобушком, а полушку не бьете, то эксплуатироваться будет тоже неплохо. Я, например, применяю куда это взбить пенку, это взбить яичко, плюс пью коллаген, взбиваю его, пью клетчатку тоже взбиваю при помощи именно вспенивателя, потому что миксера вы не достанете для маленькой кружечки, а пить что-то с комочками не особо приятно. Поэтому вот он такой функциональный, и у нас чаще всего он, его, подумав, все ищут, да, где вспенивают, потому что всегда он кому-то нужен. Дальше, контейнеры «Эктик». Самый бюджетный контейнер в «Икеа» всего 55 рублей. Из фишек умещается килограммовая пачка муки, сахара, чего хотите, гречки. Ценник вполне адекватный, плотный, то есть такой хороший пластик. И главное, что, допустим, отличие от контейнеров «Икеа-365», это у «Икеи», они книзу такие конусообразные, а «Эктик» можете поставить, то есть ровно друг к другу, потому что он одинаковый. Белее покатали. Он одной формы, что сверху, что снизу, нет разницы по ширине. Вот, поэтому, то есть он стоит плотно друг к другу, тем самым вы экономите место на полочке. Банка с крышкой «Вардагенз» чаще всего берут под сахар, под какой-то вареницы, но 90% ее используют как сахарницу. Еще из плюсов. Банка «Вардагенз» маленькая. Диаметр самой крышки совпадает с большой банкой, которую берут под спагетти. Бывает так, что вы разбили просто крышечку от большой банки. Большая банка стоит 300, это стоит 100 рублей. Проще купить маленькую банку, переставить крышку и продолжать пользоваться большой банкой, ну, а с маленькой что-нибудь придумать. Торшер «Нут». Ну, это классика жанра. Единственное, конечно, утручает сейчас, что у торшера «Нут» изменили цоколь на «Джоу-10». Он не дешевый. То есть, если, например, лампочку с 14-м цоколем, как раньше вот у нас, которые торшеры «Нут» живут дома у родителей, они все с маленьким цоколем, со стандартным цоколем Е, можно поменять там в районе 80 рублей, «Джоу-10» начинаются от 300 рублей. Чем основывались? Никто эту информацию, к сожалению, дать нам в «Икеа России» не смог. В угоду и когроме энергии, я скорее всего думаю, потому что там теперь «Джоу-10» составляются светодиодные лампочки. Ну, значит так. Комод «Мальма» с двумя ящиками. Стоит 2000. По функционалу «Мальма» я вам уже сказала выше, можете, кстати, посмотреть в обзорах по всем комодам. Из плюсов его берут как прикроватную тумбу, потому что ценник адекватный, 2000 рублей, два полноценных ящика. В принципе, его даже и апгрейдят, к нему приделывают очень интересные ручки и выглядят тоже совершенно по-другому. Столик и лак. Как бы мы его не хавили. Ну, я их разделил на разные вещи, но все-таки и белые хорошо покупают, и черно-коричневые. Ну, оба цвета вообще. И беленый дуб берут. Но беленый дуб поменьше. Белые, друзья мои, берут в основном детям в качестве столика. Берут табуреточку «Мамут» за стульчик за 700 рублей и столик за 600 рублей. Это гораздо бюджетнее, чем, например, покупать стол «Мамут». Детки все равно ухайдакают, особенно если это там у родителей где-то как времянка, на съемной квартире. Ну, как бы ситуации разные, но для этих целей берут. У нас столик тоже лак есть, потихоньку он умирает, но выдерживает. Малая весит 30 плюс килограмм, и она на нем пляшет. Так, про столики лак права бы сразу сказала. Черный столик к линзбрун. Ну, это хит всех мастеров индустрии красоты, бьюти-индустрии. То есть ставят его в салон и перекрашивают в любой цвет. Нюансы у него есть. Про нюансы мы рассказывали в топе худших, в самом первом. Но, тем не менее, он вполне адекватен по эксплуатационным качествам. Главное, закрепить хорошо столешницу, чтобы она у вас никуда не убежала. Стоит он сейчас, кстати, полторы тысячи. Лак с полочкой журнальной, который его тоже часто заказывают, 1299 стоит. Эксплуатационные качества точно такие же, как у лака, побольше. Не нагружать полку, потому что полка слабенькая. Если вы там что-нибудь тяжелое решите положить, то просто у вас вывалится. Такой опыт наших клиентов уже был, и не однажды. Варьера многофункциональный контейнер белый. Пакетница по-русски. Бахильница, как только ее не называют. Используют, на самом деле, ну, 90% берут организации именно под бахилы, под какие-то вещи. Сейчас медицина их заказывает активно в связи с сложившейся ситуацией. Что могу сказать? Неплохая штучка. У нас, кстати, дома еще раритеты есть. Да, Дима? Синенькие, розовенькие. Они раньше были цветные. Я помню, розовенькие я из Москвы привозила. Ну, Диму даже еще не знала. Много-много лет назад. Вот. Поэтому могу сказать, что пластику в принципе ничего не бывает. Висят они. Ну, опять же, да, главное, кирпичей туда не кидать. Тогда будем нормально эксплуатироваться. Томба с ящиками Ленарда белого цвета. Берут в основном студенты под столы линмон, чтобы было куда сложить. Но, опять же, у Ленарда такой нюанс. Если вы, например, туда нагрузите очень много книжек, учебников, ну, далеко за примером ходить не буду. Пачка бумаги, например, снегурочка либо светокопия на 500 листов, вы ее грузите в тумбочку Ленарда и у вас тумбочка вываливается. Тумбочка вот, ну, ящичек один. Почему? Потому что сами направляющие, они очень тоненькие. Они прям уже как бы впаяны, да, в бока. И крепятся просто вот за счет того, что хвостик на хвостик ложится. То есть под весом это тянет и соскальзывает. Но так, в принципе, я считаю, тумбочка неплохая. За эти деньги более чем. Стаканчики для ручек документ заказывают в основном почему-то, когда на них акция. То есть, когда акция снижает цену, до 100 рублей на них прям всплеск идет. Ну, на самом деле, за 100 рублей два стаканчика под ручки вполне адекватно. Кстати, документ линейка особо не подвержена ржавению. Можно использовать. Мы уже розовую много лет пользуемся, да. Надя в первый класс пошла, мне кажется, мы ее покупали. И все еще до сих пор живо. Что странно, что, вот эти поставки более часто покупают, чем поставки под журналы. Вот такая же и стройная серия. Разительная разница. Очень прям. Там у нас, не помню, не более 30 было. Ну, мало. Заказов, а этих вот намного больше. Хотя бы в одну серию я бы купил и то, и то. Они не особо дорого стоят. На самом деле, серия документ, либо сейчас ее заменили на новые, белые, эксплуатируется неплохо. Ну, каждый выбирает сам. Из плюсов вот эти уголки железные под бумаги, бумажные, какие бы они и плотные не были, они все равно мнутся, мнутся и пачкаются. Железку всегда можно протереть, и она будет служить долгие годы. Фонарь Ротера. Ну, друзья, это топ-топ. Наверное, только куда его не берут, начиная от оформления свадеб, заканчивая, не буду говорить. А то опять сейчас чувство верочек наденем. Ну, там, где, куда в последний путь. Да, в последний путь ставят там тоже, потому что они, там хорошие стеклышки, все закрыто, хорошая тяга. У нас тоже дома эти пананы. И было время у нас покупали копальные пачками. По производству, оград, да, они прям их вмонтировали, кстати, ребята молодцы, хорошо делали. И, насколько я знаю, у нас в Сарамске просто одна такая фирма, которая занимается таким производством, они прям именно хорошо, качественно вмонтировали, потому что сам хвостик, изначально заводской, он слабый. А если просто его там вот оставить, да, и уйти, ну, доните, могут ноги сделать. А они прям его доделывали, и получалось очень классно. Ну, любую подробности. Да, все, уехали. В общем, фонарь офигенный, ценник адекватный, радует, что каждый год какие выпускают его в новых цветах. Зимой, чаще всего, уходит какой-нибудь такой красивый, красный, бордовый, летом зеленый, желтый, малиновый. Это под коллекцию. Зима и лето. Цена 269 рублей. Калакс. Любимый стеллаж. Нашему Калаксу, даже он у нас еще не Калакс, у нас он еще экспедит. Хотя ничего не изменилось. Много-много лет. Берут везде и всюду, начиная от перегородки, заканчивая. Чем? Детям? Под игрушки. И как используют тумбочка под ТВ в горизонтальном виде. Да, мини-версия такая. И на стенах вешают. Че так с ними делать? Только в суп не кладут. Не вкусно. Поэтому популярен. Стеллажи Билли. Про стеллажи Билли есть отдельный обзор. Про коллекцию, кстати, тоже есть отдельный обзор. Вот. Стеллажи Билли. Неушибаемая вещь, если использовать в надлежащем виде. Поставили, закрепили, полок нужное количество поставили без перегруза и пользоваться будете долгие-долгие годы. У нас, кстати, стеллажи Билли две штуки. Узеньких сороковушки живут дома. Долго живут. Опять же рекомендую крепить к стене. Ну, Дима, в принципе, так как собирает мебель икеевскую, сам рекомендует вообще все крепить к стене. Дальше давайте по кроваткам пройдемся. Есть у нас две самых популярных кровати. Это кровать Тресил в коричневом цвете. Я думаю, все-таки популярна она за счет того, что у нее такие крепкие металлические основания. Она фактурно смотрится в такой стиле лофт. Там черный металл с черно-горичневым и с такими деревьями. И ценник адекватный. Интересно. И ценник адекватный. Кстати, очень хорошо сочетается с матрасом Ховок и получаются вполне адекватные деньги за кровать с матрасом. Каушетка Бримас. 10 тысяч рублей. Два огромных ящика. Я не знаю, кто первый купил. Наверное, мы будем благодарны. Он все же не говорит. Он, наверное, по помощи сарафана стал очень популярным. Выглядит так. Здрасте. Соседка у вас кровать детскую заказывала раздвижную с двумя ящиками. Мне тоже надо. И вот таким образом ее их заказывают постоянно. На самом деле, у нас есть обзор по Бримасу, где можно все это посмотреть. Два огромных ящика просто под постельное белье, под подушечку. под одеяло влезет безумное количество всего. Минусы я вам уже озвучивала. За открытой полостью стенка со временем у вас просто замылиться обои. Потому что вы хотите, не хотите. Мы сами проходили такую эксплуатацию. То есть, все, что вот вокруг, все это почему-то свинячится. Потому что Бримас в основном берут детишкам. Сумки перкала. Вот я не перестану пить им воду. 150 рублей. Хотела бы сказать, ну ладно, не буду. Ты заметься, мы сегодня без этого. Давайте вообще сегодня. Да. Даже безнамека на месте. Безнамека. Они на самом деле обалденные. Во-первых, это то качество ткани, которое у Икеи используется для синих сумок фракта. Они не разваливаются. У нас хранится все. От Дименых инструментов до каких-то несезонных шмоток, елочных игрушек. Вот все, что можно. А Диме очень нравится, если куда-то ехать вместо чемодана. Да, да. То есть вы не 150 сумок собираете, а каждому члену семьи набиваете его перклышку. А чем интересно, она же положила, штабилировала ее, и ты тем самым выиграл и место, и культуру хранения. Ты приехал на место отдыха, прям за ручки взял, конечно, чемоданчики. С ней дошел, да. Загрузил обратно, багажник положил ровненько. Они же не бесформенные, они прямоугольные. Они места не занимают, в отличие от чемодана. Я очень доволен был. На самом деле, их клинические. У меня и багажник 19 кубов. Ну, даже мне понравилось. Даже мне понравилось. Дальше. Короткий скуб. Тоже берут всегда и везде. Единственное, конечно, у скуба большой жирный минус, что очень тяжело выходит. Либо меламиновую губку, либо чудо-салфетки, которых сейчас как грязь всяких стало. Вот. Берут в основном в комод. Потому что просто так стоящие эти коробочки как-то, ну, не особо. Именно в комодик 399 рублей. Цвета сейчас черный и белый. Цветный, к сожалению, не стал. Цветный можно было раньше все-таки поставить. Но они не пользуются просто. Сразу скажу. В основном черный и белый. Всегда был цвет черный, белый. Черный, белый. А это у нас есть синие. Стульчики АД. Черный и белый. Мне кажется, народ, наверное, заранее чухал, что жопушка будет почему-то. Но на самом деле, это популярный стул. У нас дома их тоже два. Дети сидят, как бы учат руки за этим. Причем Надя отжала себе еще кресло. Вот это яйцо. Старый обзор. Разор с кровства. Вот здесь можно посмотреть, поржать над нами. Я там это. С прачасткой. Вот. Но и то она говорит, мне на АД гораздо удобнее. Вот, кстати, я сейчас сижу на стуле Франклин, на барном. И я понимаю, что АД за 700 рублей гораздо удобнее в плане эксплуатации. Сейчас... Ненадежная конструкция. Ну, если человек 100 с лишним, то это жигловато, извиняйте. Опять жигловато? Жидковато. Сейчас на тебя эти добегут. Филологи. Боюсь. Боюсь. Жидковатая конструкция. Вообще боюсь, вот так с Денки сижу, в Инстаграм не захожу, на запросы на ваши не отвечаю, не дай бог, что плохого скажете, плакать бы. Матрас Ковок. Обзор по матрасам тут. Нет, вот там. Вон там. Вон там. Классно снимать, когда не знаешь, куда как муж будет монтировать. Я надеюсь, не вырежет. В общем, обзор по матрасу тут. Матрас классный. Дай Дим. Боковая обвязка, усиление, хороший виток пружины, там, 7, по-моему, витков, если я не ошибаюсь, 7 или 8. Не понял. Но много, потому что оскола говорит, что у них вот матрасы 7 витков, это уже прям топ-топ-топ, топея некуда. Икея, конечно, не промакивает свои матрасы настойками алоэ вера. Настойчиво. Дима, это слово тоже не взял по трепле. Блин, сори. Про губам, про губам, про эрбам. Пи-пи-пи. Что же такое себе позволяли? Оператора убила. В общем, ребят, матрас адекватный, гарантийный срок 25 лет. Понятно, да? Все ржут, ой, ты что, через 25 лет пойдешь? Ну, не знаю, у многих 10 лет уже живут. Не особо давно приходила клиентка, которая заказывала 10 лет назад первый матрас хобок. В восторге. Возникают моменты, когда вы его разворачиваете, вы видели, то есть он в такой тугой рулон цвернут, когда вы его разворачиваете, могут не все пружины встать на место. Ну и давайте будем честными, не все ждут 72 часа, которые производитель настоятельно рекомендует соблюсти, чтобы у вас все пружины встали. В этой ситуации, если вы видите, что у вас какой-то угол просел, что вы делаете? А вы скручиваете его обратно. В другую сторону. В другую сторону. То есть вот так развернулся, и вот так в обратку его скрутили. Не надо тугой делать, но вот скручение там хотя бы в небольшой рулетик его свернуть. Пружина в этой ситуации вся разогнется, согнется. Это как утренняя зарядка для человека. То же самое и для пружинных матрасов, которые до конца не раскрылись. Вот и все. И будете пользоваться, и довольны будете. Так, одеяло «Грузблат». Ну вот, к сожалению, оно сейчас уже покидает ассортимент. И что про него сказать? Кстати, ему на замену вышел аналог. По характеристикам одно и то же. По эксплуатационным качествам пока сказать не смогу, но текстуру, фактуру сравнивали. То же самое. Недорогой одеяло, друзья мои, особенно если оно по распродаже. У нас, почему оно и попало в статистику, потому что на него в декабре было, да, то есть акции были вообще бешеные. Даже, каюсь, я тоже ухватила. Лежит в рулончике свернутая. Зачем купили, не знаю. Ну и годится. В хозяйстве все сгнеют. Едем дальше. Что-то у меня такое подозрение, что у нас топ-50 состоит из большего количества, чем 50. У меня листки не заканчиваются. Чуть-чуть. Дмитрий Юрьевич созоровали, да? Я хотел сотымчик сделать. Я перейду. Пожалел подписчиков. Да, потому что чай будет точно. На два часа обзор. А с учетом того, что мы без овощей, без прочих жидкостей, можно уснуть. В общем, стол-поль. В чем его фишка? Вот, допустим, когда спрашивают, а какой стол взять ребенку, я часто его рекомендую. Знаете почему? Вы убиваете двух зайцев сразу. Есть два размера. Метр 20 и 96 или 98. Ну, поправьте меня. На сайте можно всегда посмотреть. Этот стол растет у вас вместе с ребенком. Большой жирный плюс. Вы не покупаете два стола, например, вы покупаете. Мамута, по-подому, вы покупаете там какой-нибудь лимональдис, да? Потому что, ну, не будете вы за первоклашкой за своей следить, как он вас там рисует и прочее. То есть, просто ребенок дошибает этот стол. И, кстати, взрослому, Дим, ты сидел на нем, да, когда мы снимали? Вспомни, я. Обзор стола можно увидеть тут. Увидеть тут, тут. Так, Элла Павловна, у меня столько ссылок не хватит. Потому что эти обзоры тут. Есть у тебя столько ссылок? Я там не больше четырех. Не разрешает? Ну, там немного можно вставлять. Ну, вообще, ребята, если что, ищите поиском. А то мы все это даже наснимали. Из плюсов, смотрите, продается стол по частям. То есть, металлическая подстоль, но реально неупиваемая. Неупиваемая его ушибить, но я не знаю, что надо с ним сделать. На танке, по ним, проекция. Столешница хорошая, плотная. При этом, если ваш дитятка расшалился у хайда около столешницы, вы не сильно напрягаетесь по деньгам, меняете его, потому что подстолье стоит гораздо дороже, чем стоит верхушка сама столешница. Плюс два размера. То есть, на одно и то же подстолье вы можете поставить и подлиннее, и покороче. Этот момент тоже учитывайте. Поэтому, кто выбирает, например, изначально стол там с двух лет и плюс, я рекомендую сразу взять поль, не размениваться. Линейка Мамут. Стульчик, столик. Самый популярный – это белый стул. Потом по популярности идет белый стол. Потом почему-то в популярности идет оранжевый табурет. Почему именно оранжевый, я не знаю. По Мамуту что могу сказать? Сразу смотрите, такой нюанс. У многих девочек, потом они обычно звонят. Татьяна, у нас брак. Ребят, когда вы собрали стул Мамут, и у вас вот так вот пошатываете спинку, и она у вас ходит, ребята, это норма. Потому что форма спинки вот такая. И ребенок, если будет, допустим, чуть откидываться, он будет кататься на ножках. А в ситуации с Мамутом спиночка чуть-чуть пружинит, и детеке не надо кататься на ножках, он просто спиной облокачивается и все. То есть браком это не является. Оттирается все с них отлично. Я, например, использую наше мыло из Сибириан Велос, сибирского здоровья, губочку и все. Не заморачиваюсь больше никакими чудеса салфетками. Но оттереть можно реально, потому что у нас Алена все на нем делает. и лепит, и рисует, и есть, может, и плясает. Жесткий испытатель детской энергии. Жесткий испытатель. То есть у нее так агрессивно. И фломастеры, и все на свете, все отмывается. Поэтому вот у Мамута такая статистика. Табурет ферсиктик. Подставочка детская. Из плюшек. В него можно складывать детские игрушки с ванной. То есть он не занимает место. Ребенку очень удобно дотягиваться. Главное, чтобы не до конфет. Но в условиях ванны эксплуатируется отлично, не желтеет, не закисает. В отличие, да, бывает такое, что пластиковые вещи в ванной приходят в негодность по причине излишней влажности. Нет, с этим все нормально. Он хорошо, отлично себя чувствует. Подушка слем. Подумает, господи, кто же на них спит? Ребят, берут не для сна. 90% саранские берут их для набивки игрушек детских, кто занимается девушке-рукодельце. Потому что за 55 рублей мешок наполнителя 400 грамм. Места не занимает. В рулон свернутый. Одна девочка заказывает раз в полгода 20 подушек. Я говорю, где хранишь? Она говорит, под кроватью вот так запинали их. Надо, достала, мешок распаковала. Стоит он у меня. Я беру оттуда наполнитель, работаю. И второй вариант использования. Это берут для наполнения подушек. Почему? Ну, во-первых, элементарно. Внутренняя подушка, ну, минимум от 150 рублей. У всех производителей начинается. В том числе и у Икеи. Подушка Инерса 159 рублей. Здесь 55 рублей. Плюс вы какую фишку получаете. То есть она же 50 на 70 вместо 50 на 50. Эти 20 сантиметров, с учетом того, что такая она, да, жиденькая, вы ее запинываете, и у вас получается хороший такой пухляж. Из-за недорого. Поэтому имейте это в виду и используйте, пожалуйста. Ла Рабочая лампа Терцал. 899 рублей. Цвета сейчас разные на любой вкус и цвет. Главное, чтобы у вас было место, куда ее закрепить. Потому что часто бывает так, что клиенты, например, ну, самостоятельные, не посоветовались, берут, а закрепить некуда, потому что у стола нога идет вот сразу. Нет вот этого зазора. Тогда крепят ее вот к этой части. На самолезы. Да, ну, не особо удобно. То здесь нужно... Тогда уже градите пропадать. Да. Террики стены. Фейка, осока, трава, кошачья травка, как ее только не называют, 249 рублей. Ну, берут для оформления интерьеров. Это и ванная, и туалет, все что угодно. Кстати, сегодня у нас была онлайн-конференция с президентом Сибириан Веллес, и статистика, не знаю, какая... Забыла, короче, какая страна провела статистический опрос по многим странам мира, в том числе и Россия. И, как оказалось, 90% респондентов сказали, что будут ужиматься Дима на предметы интерьера. На предметы интерьера, на домашний уют, то есть на все вот эти новые стульчики, подушечки и так далее. Так что вовремя, Дмитрий Юрьевич, мы с тобой подушку безопасности создали. Скоро будем снимать кирпичные стены. Да? Да. Скоро будем снимать... Кирпичная стена есть. Полодец. Смех игре. Кстати, ребят, кто не подписан, переходите, подписывайтесь на наш второй канал ПРОЗОЖ, Простой образ жизни с Татьяной Просиной. Много чего интересного рассказывать, да, Дмитрий Юрьевич? Да, даже полезного. Даже полезного. Поэтому есть над чем поразмыслить. Сейчас обзор, чтобы не перегружать, а так тем много. И тем именно для предпринимателей мы привыкли же все по стандарту работать. Купил подешевле, продал подороже. Ребят, увы, данный метод уже не работает. Нужно выходить на новые реальности. Это мы уже просто своим предпринимательским опытом делимся. Едем дальше к нашим баранам. През для чеснока. 249 рублей. Конфетка, помидор. Работает как авторотка. Аж никого. Да, съемная вот эта чашечка. То есть, какой бы у вас там вонючий даже китайский чеснок не был, всегда можно снять эту чашечку и помыть. Это очень удобно. Металлические полностью части не ржавеют, как ни странно, да, Дим? И живет долгие-долгие годы. Нож для очистки картофеля Verdeful. Господи, язык сломаешь. Икея 365 проще. Икея 365. Вот, кстати, в магазине проще. А, вот эта штука. Я сама его очень люблю. Во-первых, уже миллион раз про него рассказывала. Лезвие горизонта вертикальное. Лезвие вертикальное. Ну, работает... В зависимости от того, как ты ешь. Да, работает горизонтально. Я имею в виду само расположение. То есть, в одну длину с ручкой, в одной плоскостью с ручкой. И ручка очень удобная для руки за счет всех выступов и за счет такой хорошей прорезиненности. Там резинка а-ля софт-тач. Софт-тач, это что? Ну, там типа такой резин, такая приятная на ощупь. Или руки. Комфортная. Не скользит в руке. Ну, так, Дим, я здесь чуть-чуть перепрыгнула, ты уже про маму-то им, я уже сказала. Ну, да. А перерезиненность. Детский стульчик антилоп. 999 рублей. Ну, скажи, красавица. Просто мы, когда, помнишь, Надя покупали, это получается 12 лет назад, махину такую с прорезиненным чехлом, тысяч за пять. Она это все прогрызла. То есть, а здесь 999 рублей, пластик, все моется. Легко, то есть, вот поехали вы с ребенком к бабушке, вам не нужно покупать еще один стульчик. Вы спокойно его разобрали, в багажник положили, место не занимает вообще. И, кстати, спокойно потом мы свой стульчик на Авито рублей, наверное, за 400 продали. То есть, за половину стоимости его можно легко, вообще непринужденно продать. Неубиваемый. Наша Алена сгрызть не смогла. Как не пыталась. Потому что он приятный. Ребенок во время еды у вас не сбежит. Нет подставочки внизу для ножек. Ну, это для безопасности. Чтобы ребенок не мог опереться и встать. Вот. Так что мы, например, антилопам, и мы довольны клиенты. сито для муки идеалистка. 179 рублей на текущий момент. Кстати, бывает по акциям. 119 рублей это минимум, который был за последний год по статистике. Из минусов. А минусы вы видите в нашем обзоре. Ищите в поиске. Да, кстати, мы его, по-моему, рассказывали. давно снимали. Да как найдут-то? Идеалистка. А, да. Икеа Идеалистка. Ребят, ну давайте немножко развлечемся. Ну что мы вам все как на блюдечке-то? Ну, сбейте в поиск. Ну, посмотрите. Есть у нас про чик-чик. Подставка пробковая хит. 129 рублей 3 штучки. Честно, на кухне мне их не нравится ими пользоваться. Объясню почему. То есть, от перепада температуры, от попадания влаги пробка разбухает и разваливается. А вот для таких приколюх на стену, например, ее прицепили и там на гвоздик какие-то бумажки приделываете. Больше даже нравится. И часы делают, и панно, и так далее. Ну, потому что по прямому значению она выходит из строя быстрее. Делать ее больше как интерьерная. Интерьерная, да. Кровать Снеглар. Про кроватки мы вам рассказывали в обзоре все детские кровати не особо давно был. Бук. Бук ничем не обработанный, я имею в виду, никакими красящами, просто с покрытием. Красивая, эстетичная, из минусов несъемная стенка. У нас папа выпиливал. Побег ребенку. Делал побег. Побег из Шушенко делал ребенку. Ну, и могу добавить опять же, историю, наверное, как из Бринуса у Кушенко. Опять сработал сарафан. Угу. Скорее всего. Вот все вот это вот прям подпосылки на это. Сначала потихонечку, потихонечку, а потом вот диаметрическая прогрессия, оно начало увеличиваться. Димушка, работа, вот хоть убейтесь вы об стенку, какую бы вы рекламу не запускали, работают рекомендации. Мы с тобой на этом уже убедились. Мы почему и начали заниматься сибирским, потому что тоже метод рекомендации. То есть люди рекомендуют друг друга. Когда продукт, ребята, классный, он рекомендует себя сам. Доска Аптитлик. Моя любимая бамбуковая доска. Кстати, у нас в обиходе два года две доски. Маленькая и большая. Все, больше досок нет. Хватает вот так. Ну, если пипельку какую-то нарезать, удобно. Ты вообще все что? А большая-то? Не только пипельку, ты на ней мясо отбирать. Нет, ну, все тут, нет, а есть вот маленькие, я про маленькие. Ну, у нас две, у нас большие и маленькие. А я про маленькие, если тогда, чтобы миленькие, поручить, все, отнес. А большая на площадь снимает, во-первых. Она выпирает. Ты же на всю доску разбрызгаешь. Ну, конечно. Пачка, мы-то все равно потом... Она, у бамбука вообще такие свойства, что он особо, да, инертен вот ко всем, что мы готовим, и он не плесневеет. То есть, это единственные доски, за которыми Дима не заморачивается в плане ухода. Только иногда лимончиком протирает. То есть, нет такого, что там солью, как помнишь ты рассказывала в обзоре про доски, солью посыпать лимоном потом, то есть, эти вот профессиональные шифров-поварские приколюхи. Вот, то есть, этого нет. Стеллажи Вестин. Сейчас, кстати, их стало три. Угловой, тележка и, ну, обычный узкий. Вот как тележка появилась, в начале года на нее просто ажиотаж. Даже с одной сториз в инстаграм было заказано в течение недели около 30 штук. Дима еще ржал, говорит, я что-то не понял, что за набор пластиковых полок. Мы кучу этих пластиковых полок. Мы кучу этих пластиковых полок. Мы кучу этих пластиковых полок. Мы кучу, 20 сантиметров всего по ужине, ой, по ширине, и, ну, буквально в любую дырку залазили. То есть, девчонки куда только не брали. В ванну, на кухню, детям под какие-то вещи. Довольны всем. Появился сейчас угловой, кстати, стеллаж. Если, наверное, ситуация сейчас в ближайшее время не изменится, обзор по новинкам будем вам через запись экрана показывать. Да, Дима? Скорее всего. Потому что у нас уже наработала статистика по новинкам. Люди заказывают. Мы все это дело смотрим. А у людей спрашиваем. То есть, визуально просим, да, разрешение вскрыть, посмотреть, повертеть, потому что доступа-то нет к магазинам. Вот. Поэтому, наверное, таким образом. Кстати, дайте нам обратную связь. Интересно вам будет в текущей ситуации, если мы вам расскажем про новинки именно через запись экрана. То есть, я вам буду показывать через экран на сайте. Дима будет момент потом при обработке выделять. Да, Дима? Где, допустим, там нюансы, где вот стык может быть проблемный или еще что-то. Что-то придумали. Дима не шибко рад моей идее. Такая не. Но про новинки надо как-то рассказать. Так, дальше едем. Тележка Драган. Ну, любимая тележка парикмахеров бьюти-индустрии и прочих товарищей. Колесики полторы тысячи. рублей стоят. Колеса четыре. Кутается отлично. Не ржавеет. И, кстати, девчонки перекрашиваются. Диваны Фрихеттен почему-то более популярен угловой. Да. Разница в цене две тысячи. Про диван Фрихеттен тоже можно на канале посмотреть. Пальцем тыкать не буду. Дима сказал больше не прикрепить. В поиске мы есть. В поиске есть. Диван классный. Вот на текущий момент с учетом того, что все мы с вами оказались в жопе будем экономить. Ой. Ну, все. Все. Кидайте помидоры. Голову в плечи? Конечно. Как в Алисе стране чудес? В общем, диван на самом деле адекватный. Ценник более чем доступен при текущей ситуации. Потому что, если, например, брать тот же генарп, да, у нас есть икея, куда ты катишься, обзор по этим диванам. Но, ребят, небо и земля, проще доплатить две-три тысячи. Здесь адекватный, нормальный диван, который будет вас радовать. Стеллаж Альберт. Как бы Дима его не любил, но мы этот набор досок возим еженедельно и по многу. Знаете, что обычно говорят клиенты мужчин? Она как меня задрала. Ей нужен стеллаж. Я съездила в магазин, посчитала. Мне дешевле заказать этот набор у вас? Немножко его апгрейдить, утянуть, другие крепежи взять, чем стоять, выпиливать эти доски. В общем, вот по такому принципу люди заказывают стеллажи Альберта. Дешевый сердиный. Стеллаж Вэкби 1300 российских рубликов. Беленький цвет, меленький, узенький, ширина полочки, вот такая, глубина полочки под бумагу А4 больше не залезет. Но при этом, опять же, берут организации под, когда нужно хранение именно папок, документов, выглядит более-менее, стоит недорого. Стеллажи Билли, еще в топчик у нас попали стеллажи Билли, которые со стеклянными дверцами. Да, вот у нас как раз, кстати, с дверцами, потому что, когда стеллаж Билли без дверей, да, вроде неплохо смотрится, ребят, но пыль еще. И, понимаете, когда у вас, если вы взяли не целиком стеклянный, если целиком стеклянный дверь, можно буфет красивый, эстетичный сделать. Если, как у нас, наполовину стекло и глухое, то за глухим можно спрятать бородок. То есть, если кто-то неаккуратно что-то складывает, то это все можно закрыть. Слушайте, а у нас осталось совершенно немного. У нас осталось всего две позиции по Диминому списку. Сколько? А почему сразу было? Это статистика. Нет, ну, Дим статистику выгружал, я это имею в виду, по Диминому списку. Дим занимался выгрузкой статистики. 40 кг примерно. Ну, нормально по времени. Стол для компьютера Марин, 900 рублей. Что-то мне подсказывает, что сейчас их заказывать будут, как и стулья АДФ, гораздо больше, потому что по ним прям статистика выросла. Ну, это недорогой письменный стол за 900 рублей. Когда у тебя ребенок идет в первый класс, ему по-любому нужно выделять отдельное место, а финансы сейчас не позволяют. 900 рублей более-менее, чем, по крайней мере, не развалится, не растрескается, не сгниет и не развалится под ребенком. Плюсов больших я у него не вижу, просто ДСП-шный стол из четырех досок. Единственное то, что очень дешево. И как бы мы не любили эту табуретку, табуретку Мариус, какие бы я ей эпитетные метафоры не добавляла, и жиглая она, и курдючая, и прочая, но ее люди заказывают, заказывают это съемные квартиры, либо ребята, кто только с ипотекой, с ремонтом, что нужно хоть что-то, на чем сидеть, а это потом можно оставить для гостей, либо какое-нибудь дизайнерское решение придумать. Вот такой топ 50 покупок наших клиентов за последний год. Друзья, у нас таких статистик очень много. Мы можем вам снять статистику товаров, которые очень редко покупают с объективным причинам, на которые товары, которые клиенты покупают часто, но очень много недовольных, либо наоборот, покупают, допустим, не 50 плюс раз за год, а покупают тоже постоянно, но люди прямо обалденные отзывы о них оставляют. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, какие форматы вам удобны в текущей ситуации. Понятно, как только, будем надеяться, вернемся к предыдущей реальности. Да, ну непонятно вообще как, как, что и почему. Мы вернемся к обзору магазина. Какая бы экономическая ситуация ни была, ездить снимать мы будем все равно для вас. Но пока так, пожалуйста, помогите нам, какой формат, потому что реально мы сидим и думаем, как же вам снять. Потому что сегодня даже мы спорили, зайдет ли вам видео про новинки через запись экрана. Потому что, блин, ну мы вам не можем показать вот эту вот трещинку, вот эту вот черточку. То есть, вот. Правда, разбушка вытыкает в украине. Давайте попробуем. Опять же, если вам это будет интересно. Все. Соцсети все внизу. Не забываем, что есть канал в Телеграм, где вы можете получать все рекомендации от нас. Вход в канал 200 рублей. Сейчас кто-то скажет о буржуе. Ребята, кстати, эти 200 рублей предложили сами же подписчики. Потому что вопросов поступает много. И это не в месяц там, или не разы. Это разовый платеж. То есть, вот не важно, сколько вы, три года вы там будете в этом канале сидеть, 10 лет, 100 вопросов вы спросите. Не важно. И еще фишка. Вы вступили в этот канал, и вы будете видеть все вопросы, которые были до вас. То есть, возможно, кто-то уже задал ваш вопрос, я вам на него ответила. Подписываемся на наш второй канал. Не забываем про наше, еще одно наше детище, компанию Сайберина Лолос. Потому что на текущий момент в ситуации кризиса и попы в стране деньги и адекватный продукт более чем актуальны. Я к чему вот в середине видео говорила про статистику, что люди будут меньше покупать товаров, там и обихода и прочее. Потому что люди сейчас поняли, что болеть это реально невыгодно. Болеть это очень безумно дорого. Дорого не просто, когда ты сидишь дома, а дорого для всего. Поэтому у людей сейчас, кстати, топ, куда люди будут тратить, это продукты, это продукты для здоровья, это продукты для поддержания здоровья. То есть вот по статистике, кстати, можете погуглить, а эта статистика уже из свободного доступа. Все. Всех любим. Пока. Ребята, делимся в социальных сетях. Давайте видео выпустим. Добавим вам в рекомендую чтобы это вышло. Да, кстати, поддержите Диму, потому что он каждый раз печалится. Я стараюсь. Он старается. Он реально обрабатывает долго. Тем более сейчас будет это видео со вставкой изображений. Оно уйма время у него занимает. Поэтому, если вас не затруднит, поделитесь с друзьями, просто в своих соцсетях этим видео. Мы будем вам благодарны. Я буду очень рад. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok